Заряженный. Заряженный. Посмотри, как он с пружинок. О, как залетел сейчас боковыми, сейчас развивает. Вот вверх. О, какие тяжелые удары. Вновь боковые пропускает Зохан. Поджимает. Сейчас к нам пришел в такой разведке. Посмотри, как залетает с боковыми ударами. И левая, левая. О, сейчас попадает. Барс. И пытается отвечать. Сейчас паскет. Не застаивается. Не перекрывается в глухой защите. Я готов отвечать. Привет. Меня зовут Кучинский Виталий по прозвищу Гимли. Николаев на связи. Мой рекорд в Махаче 0-1. О своем прошлом поединке я могу сказать, что был достойный бой. Просто в какой-то момент удар оказался сильнее моей челюсти. И она треснула. А так все четко. Мои тренировки проходили ежедневно, кроме воскресенья. Упор делали на функционал. Поднимали дыхание. И спарринги. Отрабатывали удары и все остальное. О своем противнике, в принципе, сказать не могу ничего. Знаю, что он с Казахстана, на 15 см выше. Но ему это не поможет, потому что я приехал за победой. Махача выбрал, потому что это достойная лига, в которой хочется драться, проводить бои. Здесь нет лишней грязи. И всего дерьма, которого много в других промоушенах. Потому что это топ. Привет. Горобойщ Николай. Прозвища пока нет. Казахстан, город Ак-Тубе. Мой город находится на Белом холме. Богат нефтью, газом. В общем, хороший город, процветающий. Думаю, у этого города будет будущее. Как таковой тактики на бой нету, будем импровизировать во время боя. Меня к бою готовил профессиональный боксер Исаак Бербаев. Также известен под прозвищем Шмель. Украина очень красивая страна, хорошая. Добрые люди, отзывчивые. Родина моих предков. На Махач я пришел прежде всего испытать самого себя. Попробовать свои силы. Ну и интересно поучаствовать в новом проекте. Поддерживать родные и близкие, друзья, соотечественники, сослуживцы. Многие писали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готов представить следующую пару бойцов. Рейтинговый бой весовой категории 80-85. И поприветствуем первого бойца из Казахстана! Гробович Николай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боец из Казахстана, который представляет город Ак-Табе. Его рост 184 см, вес 84 см и ему 29 лет. Боксом начал заниматься в 23. Выступал по любителям в Алмаде. Давайте встретим и поддержим Колю! И встречаем его оппонента Кучинский Виталий по прозвищу Гимли! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Участник третьего сезона. Потерпел поражение в бою с Голосовым Богданом по прозвищу Сова. Тогда у Виталия была сломана челюсть. Его рост уже 70 см, вес 84 см и ему 30 лет. Виталий базовый кик-боксер. Давайте его поприветствуем в нашем мешкогоне и поддержим! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бойцы, на середину! Слышали, да? Объявлял, какие были замечания у бойцов. Напоминаю правила. Никакой грязной борьбы, никакой борцовской техники. Удары локтями, коленями, подкидывания плечами запрещены. Височная часть, затылочная, позвоночный сток не бьем. Слушаем мои команды, после команды сток не работаем. Честный, красивый кулачный бой. Пожали руки. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд! Время! Бой! Итак, дорогие друзья, Гимли у нас в желтых тейпах, в черных тейпах у нас Грабович Николай из Казахстана. Это ростер бойцов, которых отобрали на... Да, я, кстати, не думал, что приедет из Казахстана именно Николай. Николай, это да, это из-за того, что много было высылок в Казахстан, можно сказать. И вот так полетел вперед сейчас Гимли. И Гимли хорошо пробивает. Прям видно, и с Квинша тоже пытается работать. Залетел он очень быстро. Да, Гимли нужно сближаться. И он правильно, в принципе, и делает, потому что он меньше ростом. И сейчас так с корпуса решил начинать Гимли. Видно, подсаживается. Заготавливает. Смотри, два-два хороших ударов залетает. И нужно не останавливаться. И отлично. Раз. Два. Три. Бой. Ту же полетел вперед Гимли. Стоп! И его зажимает Николай. Бой! Да, подсказывает Гимли, чтобы не бросался. Коля, у тебя же рост. Ты же должен... Да, у Коля. Коля может легко держать на дистанции. И, в принципе, вот видишь. И снова Гимли попадает ему. Гимли попадает. Гимли более быстрее на руках. И смотри, как полетел вперед сейчас добивать возле мешков своего оппонента. Гимли полетел. И... Ой, какие сильные удары. Прям из клинча пытается насыпать. Ты видел, прям сильно переломил он. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Три. Реагируй. Три. 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 Реагируй. Три. Готов? Да. Итак, первый раунд подошел к концу. Бойцы, 5 секунд готовность. Подошли ко мне два слова. Оба заряженные, после команды стоп не работаем, никакой борцовской техники. Судьи готовы? Готовы? Второй раунд! Время! Бой! Итак, дорогие друзья, второй раунд. Центр занимает у нас Коля, пытается ответить ему Гимли. Немного мажет, немного по воздуху, но видно, как готовят атаку. О, какой был отличный сдвоенный удар передней рукой. И вновь у нас клинч, вновь бойцов растягивают. Время! Объясняю, затылок. Вот клинч, а не вот. Бой! Мне нравится этот бой. Хотелось бы немного напора от Николая, конечно. Но я думаю, сейчас он пристреляется, пока подключает ноги. Обманки какие-то пошли от Николая. Да, больше включает уже футворк, передвижение включает Коля. Только он начал работать джебом, знаешь, и все, Гимли перестал попадать. А Гимли полетел сейчас вперед. Но, тем не менее, Николай начал работать на дистанции, и у Гимли начало меньше получаться. Я думаю, в первом раунде прочувствовал мешкогон. Сейчас хорошо встретил. Хорошо встречает. Здоровым прямым. Есть уже рассечение у Гимли над левым глазом. И как, смотри, Гимли пытается зацепиться. Гимли боковой правый зацепил. И дальше пытается зацепиться, зацепиться за Колю. Бой! Все, говорят Коля, чтобы он уже шел вперед и добивал Гимли. Но посмотрим, смотри, как пытается зарубиться... Хорошо, еще выпадает Гимли, немного уже теряется. Да, потерялся немного Гимли. Николаю сейчас нужен только тактичный прессинг. Пытается спастись с клинча. Гимли набрасывает ударов. Но ты посмотри, сейчас уже в клинче инициатива у Коли. Ох, Андрей уже на повышенных тонах заряжает публику. Какой передний боковой от Гимли! Там такой интересный боковой прямой. Какой-то такой уже непонятно. Ну, залетел именно. Залетел именно тот самый передний боковой. Вообще передняя рука. Стоит отметить его работу передней рукой. Он прям пытается догнать. Посмотрим, он догоняет за ним, просто за Колей бежит. Йоу, какой второй раунд, дорогие друзья! Очень сочный! Коля немного реабилитировался во втором раунде. Да, он почувствовал дистанцию. Просто начал чувствовать немного дистанцию. Удачи! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Судьи готовы? Судьи готовы? Бойцы. Заключительный третий раунд. Время. Бой! Смотрите, какая гематома сейчас у Коли на правом виске. Это все передняя рука Гимли. Реабилитировался. Попадает в Гимли, но отвечает. Отвечает Коля. Смотри, как держит на дистанции. Не нужно Коли дорабатывать. Сейчас нужно дорабатывать, уходить с клинча. Пытается добить. И вот, все, рефери вмешиваются в поединок. Отвечает нокдаун. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Реагируй. Девять. Тоже пальцы. Тоже пальцы. Работаем, бой! Жесть просто! Что происходит? Мне прям больно на это смотреть. Я не могу. Просто невероятно. Там очень большая гематома. И заливает уже и глаз, и висок. Макс, я так тебе скажу, я привык смотреть на кровь. Но что-то это... Это нереально. Это что-то еще раз сюда попадает сейчас Гимли. Просто нереально. Какой характер у Коли. Я не представляю, какая там бой сейчас у Коли. Но он держится и еще дальше продолжает проводить поединок. Попадает Гимли вновь передним и боковым. Просто у меня у самого мурашки по коже, дорогие друзья. Вы только посмотрите на эту гематому. И, конечно же, посмотрите на рассечение Гимли. Жесть! Просто жесть! Невероятные вещи происходят. И концовочка у нас поединка. Интересно, кто же будет ее забирать сейчас. Пошел вперед. О, цепляет сейчас Гимли Колю своим ударом. Видно, что уже и Коля выдохся. Отличное время там цепляет. Просто что за бой? Я не знаю, что за гематома меня больше всего... Как он выдержал эту боль. Думаю, тут надо сразу же болеть врача, потому что нереально. Ты видел, она за раунд насколько увеличилась? Бойцы, на оглашении. Раз, раз. Работаем. Итак, друзья, в данном кровавом характерном поединке у нас с решением судей ничья! Объясню решение. Вообще все шло к экстра раунду. Но вы видите лица бойцов, гематому Коли, сечки Виталика. Давайте побережем их здоровье. Давайте еще раз их поприветствуем, поддержим. Фомут заслуживают! Давайте начнем с нашего гостя из Казахстана. Очень яркий бой. Один из самых лучших поединков этого вечера. Коля, поздравляю тебя с дебютом. Как ощущения? Пацаны, классно все. От души украинцев, вы лучший народ. Встретили нас, все, классно прям. Очень приятно. Народ дружелюбный. Этот бой я хочу посвятить своей дочери. Моей любимой. Всем родным и близким, кто меня поддерживал. Всем большое спасибо. Рахмет, джигитер. Алга, колоксан! Спасибо. Виталик. Поздравляю тебя с этим. Поединком. Характером Виталику не занимать. Как тебе ощущения от драки с бойцом из Казахстана? Ничего, все четко. Порубились. Чуть подустал. А так все нормально, спасибо. Парням, которые приехали со мной к тренеру. Хочу поблагодарить свою семью, родителей, которые меня поддерживают. И этот бой, так как сегодня праздник день отца, я посвящаю своему отцу. И своим двум сыновья. Парни, терпите до последнего. И тебе, Андрюха, спасибо. Отличный отец и самый лучший сын, я думаю. Давайте еще раз поздравим Виталика с отличным поединком. Начнем с Паши. Спасибо. Яркий поединок, 100%. Очень яркий поединок. Хочу сказать, что неважно какая страна, Украина, Казахстан, видно дух и воина в настоящих. Проявление твоего характера и твоего Виталия. Коль, вы вдвоем молодцы. Очень рад. Технически я ничего не буду говорить. У каждого свои прогреши. Но вы показали сегодня достойный бой. Спасибо вам. Привет всем. Я Мохаммед Бен Яхья. Приехал из Харкова. Представляю клуб «Файтер 7» и «Карат Боксинг». Меня подготовил Владимир Батуллин и Заза Менджиа. Подготовка к бою прошла успешно. Почему «Махач»? Я хочу в «Махач» участвовать в гран-при и поезд забирать. Меня поддерживают друзья, спарринговые партнеры и все мои близкие. Сопернику ему удачи. И показываем красивый бой и без травм. Всем «Махач». Всем привет. Меня зовут Саня Калашников. Погоняла «Калаш». Город Одесса. Представители «Махача» написали и предложили бой. Тактика на бой одна – выйти и срубить его. Опытный боец, но этот опыт ему не поможет на голых кулаках. Меня поддерживает близкий и моя команда. Всем добра и мира! Итак, друзья, наша следующая пара в рамках гран-при тяжелого веса. И поприветствуем первого бойца. Макамед Биньяхья. Макамед Биньяхья. Представитель из Марокко. Имеет профессиональный рекорд в ММА 13-4. Его рост 190, вес 107 и ему 30 лет. Чемпион мира по любителям ММА 2014 года. Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Харизматичный, яркий боец. Давайте его встретим и поприветствуем, друзья! И поприветствуем его оппонента! Калашников Александр! Калашников Александр! Минад Биньяхья.' Поехали! Его рост 191 кг, вес 117 кг и ему 32 года, является мастером спорта по боксу, является одним из самых тяжелых бойцов «Махача». Сегодня он дебютирует в нашей организации, поэтому давайте его поддержим! Держим! Бойцы, на середину! Напоминаю правила. Затылочная часть, височная часть, позвоночный сток не бьем. Головой не бьем, плечом клинчи не подкидываем. Локти, колени, ноги запрещены. Любая борцовская техника запрещена. Красивый, кулачный, корректный бой. Слушаем мои команды, после команды сток не работаем. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд! Время! Бой! А вот сейчас, дорогие друзья, лучше не моргайте в данном поединке, потому что здесь тяжелая артиллерия. В желтых тейпах у нас калашников Александр и прямо залетает он уже с правым оверхендом. В черных тейпах у нас Мохаммед бен Яхва. Ребята очень здоровые, по 2 метра роста, больше 100 кг. Тут на самом деле нужно быть очень внимательным обеим бойцам. Да, больше 100 кг. Бен Яхва выступает в 93 кг по ММА. Он является базовым профессиональным бойцом ММА. Но у нас базовый боксер против него. Калашников. Очень габаритные ребята, нереально габаритные. Пока оба не достают удары, но... Смотри, преимущество в антропометрии есть у Бен Яхва, у Мохаммеда. И уже пошел, заходил. Есть первые звоночки уже от Мохаммеда. Пока идет разведка. Да, пока далеко. Что очень правильно, рисковать не стоит. Очень опасно будет, если наткнется на удар калашников. Потому как на руках Мохаммед довольно быстрый боец. Тем более не измучен весогонкой, как он обычно это делает в 93 кг. Мне кажется, что боец из желтого угла более зажат чуть-чуть. Я думаю, это вопрос времени чуть-чуть. И, в принципе, Мохаммед только одну комбинацию донес. И то не было сильно акцентировано. Но, тем не менее... С второго раунда все уже видно будет, как чуть раскроются ребята. Показал, что может дотянуться. Показал, что можно быстро сблизиться и донести удары. И вот уже переднюю руку подключает калашников. И самое интересное, что пока еще не было клинчей. То есть ребята как бы не особо хотят клинчевать. Вот. Он готовит, походу, обманку калашников в корпус голова. Но уже передней рукой пообрабатывает Мохаммед. Уже начинает как бы подходить. Тем же самым отвечает калашников. Был джеб и передний боковой. И вот здесь был хороший... Какой клесткий быстрый джеб был у Мохаммеда. Бойцы. 5 секунд. И готовность. Судьи готовы? Готовы? Второй раунд! Время! Бой! Итак, дорогие друзья, второй раунд у нас тяжелый. И какой джеб залетает от Александра. Раз. Есть, да. Был ударчик и походу в открытый глаз попал. Четыре. Попали к Калашникову. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Поднимите. Есть, да. Бой прорастается, дорогие друзья. Как-то реально публика затихла. Прям скучно. А знаешь, все в ожидании, что будет. Просто никто не хочет отвлекаться, никто не хочет проморгать. Супермен-патч в исполнении Бен Яхве. Он, видимо, уже не видит глаза. Да-да, затек глаз. Затек кровь видна уже. Но стоит отметить, ты видел, как он нанес этот супермен-патч? Как это было быстро. Даже не успел толком к Калашников среагировать. Я думаю, что для Махача это была бы находка в лице Масамида. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С надеждами Сашу, друзья. В данном поединке во втором раунде нокаутом на 37 секунде одержал Мохаммед Бен Яхья. С дебютом. Да. Чуть-чуть смущался. Я знаю, как работает этот боец. Прибивал меня на спаррингах. Поэтому давайте его еще раз поприветствуем. Как дебют в Махаче? Что скажешь? Я скажу спасибо Махачу. И... Сопернику, конечно, ему огромное спасибо. Настоящий боец. Вообще гол и кулаки для настоящей мужики. Не главное победа, а поражение. Вышел здесь настоящий мужик. Спасибо. Спасибо. Фил, как тебе этот поединок? Я ждал этого целый вечер. И хотел бы поблагодарить тебя за такой бой для тяжа. Ты двигался очень круто. Мы знаем, как и Боря тоже умеет двигаться очень быстро. Вы парик партнер. Круто, круто. Спасибо большое за бой. С победой тебя. Спасибо. Мохаммеда, с победой. Саше, скорейшего выздоровления. Спасибо, друзья. Здравствуйте. Меня зовут Нечебуренко Артем по прозвищу Агрессор. Я решил вернуться, чтобы забрать свое. На этот раз мои тренировки проходили не настолько часто, как прошлые. Так как я только восстановился после травм. Получилось позаниматься пару недель через день. Но я думаю, этого должно хватить. Чего не хватит, возьмем характером. Мой противник казах, немного выше. Но он не боксер, поэтому я думаю, что мне будет удобно с ним работать. Я выбрал «Махач», потому что это одна из лучших лиг Украины кулачных боев. Здесь собрались лучшие бойцы. И мне нужно драться с лучшими, чтобы доказать, что я являюсь одним из них. ЗВОНОК В ДВЕРЬ В ДВЕРЬ Девушки красивые еще. Хочу себя показать, проявить себя. Меня поддерживает весь народ Казахстана. Друзья, старшие братья, команды. Все поддерживают. Поприветствуем первого бойца из Казахстана – Ергалиев Дастан! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Представитель Казахстана из города Саркан. Его рост 177 см, вес 75 кг и ему 31 год. Мастер спорта по панкратиону и по камо джиу-джитсу 2016 года. Один из девяти бойцов, который мы отобрали на кастинге в Казахстане. Давайте встретим нашего дебютанта и поприветствуем его! И пожелаем удачи! И поприветствуем его оппонента! Нечапуренко Артем по прозвищу Агрессор! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И здесь уже привет Артема. Здесь уже известный нам боец Геуш Коля. Давайте встретим Артема и поприветствуем их в нашем Эштегоне. В мешкогоне! Два самых харизматичных и разряженных бойца, кстати. Я думаю, сейчас вы увидите очень яркий, агрессозный. Но, надеюсь, он техничный бой и без травм. Поэтому давайте еще раз поддержим бойцов и встретим их в тепло! Бойцы на середину! Напоминаю правила, локти запрещены, колени, ноги запрещены. Никакой борцовской техники. Затылочная часть, височная, позвоночный столб не бьем. Чистый, красивый кулачный бой. Самое главное правило, после команды столб не работаем. Слушаем мы команду, выполняем. Пожали руки. Судьи готовы? Первый раунд! Время! Бой! Итак, дорогие друзья, у нас в желтых тейпах агрессор. В черных тейпах у нас представитель Казахстана. Достан. В центре у нас агрессор пока. Ох, мне уже не терпится посмотреть этот бой. Вот что будет? Как встретился сейчас и сразу заклинчевал. Хорошо, зажимаем клинчу и да. Агрессор. Бой! Агрессор понимает, что представители Казахстана будут себя здесь очень ярко проявлять и... Как мне казалось, это вообще будет, знаешь, там с первых секунд прям такая заруба полетит вперед. Но он сейчас попадает с правой. Достан. По корпусу также отвечает агрессор. Поднимать, поднимать! Пока проваливается. И да, также провалился, но успел заклинчевать агрессор. Бой! Все хорошо! Видно, прям так в дальних дистанциях работают ребята. В любой непонятной ситуации просто с уши. О-о-о! Сейчас пытался встретить апперкотом и успел нанести пару ударов. И достан, и пытался даже немного докинуть своих ударов агрессор. Но успел отреагировать наш рефери Александр. Да, я думаю, начало боя немного более динамичное. Ну, подожди, подожди, я думаю, сейчас полностью раскроется. Смотри, что делает агрессор. Играется, играется, да. Если бы он попал бы... Если бы он попал бы это все... Ты видел, как он спрятал боковой через апперкот, апперкот обманка и боковой залетел? Это было очень красиво. Я думаю, сам Достан этого не ожидал. И немного даже... Хорошо, хорошо, агрессор делает. Вот нужно ему играться, значит, продолжать играться. То, что он и делает, видишь, он немного раскидывает руками. Ну, ты обрати внимание, как нырнул Достан, ушел. Не поворачиваемся спиной. Бой! Натыкается сейчас... И агрессор отлично добивает просто красиво. Красиво добил. И было, конечно, там пару моментов ударов, когда Достан сидел на этой точке. Но попал. Ничего не было. Попал агрессор очень качественно. Очень сильно. Прям... Прям... Попал нам на глаза. Видел эту тычку прямо в нос. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ребята, бой хороший, но соблюдаем правила. 5 секунд готовность. Судьи готовы? Второй раунд! Время, бой! Итак, дорогие друзья, второй раунд у нас. И полетели. Видно, что в центре у нас агрессор пытается. Работает первым номером, снова начинает играться. Да, решил зайти с обманок, но немножко сам, знаешь, переиграл. Заигрался немного. Видно, что не может сейчас Достан раскрыть полностью. Достан подсаживается и он немного хватает его за ноги и сам немного не понимает, что он делает. Вот судья ему говорит, что... Пока Достану неудобно, очень неудобно. Достану вперед полетел агрессор и вот поджимает к мешкам. Достан поднимает руки. Неудобно сейчас Достану. Достану не понимает, за что ему минус балл дают, но, по-моему, это все понятно, когда он падает на мешки и просто поднимает вот так руки. Я думаю, что Достану сейчас неудобно вообще подобрать свой темп поединка. Смотри, смотри. Это был хороший, хорошо так встретил. Главное без агрессии, ребята, главное без агрессии, потому что... Как без агрессии, если у нас агрессор в мешкогоне. Вновь залетает. Вновь уже ничего не говорит. Может, он очень добрый человек. Был интересный момент, залетает. Я видел. Да, залетает сейчас, залетел агрессор и вновь подсаживается Достан. Прям сильно-сильно. И хватает, ты видишь, как он ему хватает за ногу? Да, он уже в борьбу, там уже перевод. Да, очень очевидно Достан подсаживается. Прям сильно-сильно. Агрессор вроде бы залетает с ударом, пытается переиграть, но даже сильно низко подсаживается Достан. Не достает сейчас Достан правым кроссом. Оу, как залетел сейчас с каким ударом. Прям с далека как закинул. Снова все по воздуху. Не-не-не, зацепил. Зацепил ударом агрессор. Прям все же донес свой левый боковой. Твое любимое слово по антропометрии. По антропометрии они одинаковые и рост хороший. И видим сейчас, смотри, какая борьба в клинче. Он прям грамотно работает агрессор. Агрессор хорошо переводит его на маты сразу, на мешки. Я прошу прощения. Где я оказался? Хороший, хороший второй раунд. Перерыв. Рефери Александр Миссюра скажет свои замечания. Это важно для всех бойцов и зрителей, чтобы тоже понимали. Ребята, напоминаю. Три нокдауна за один раунд сразу бой останавливается. Нокдаун это был отсчет, либо человек сел, боец, это считается тоже нокдауном. Без отсчета. Это недопустимо. Теперь, никакой борцовской техники. Будет сразу первое предупреждение и по минус балу сразу будет. Пожалуйста, учтите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Бойцы, 5 секунд готовность. Подошли ко мне. Было предупреждение. Не добиваем. Садиться это уже его проблемы. Не добиваем. Не садись в никакой борцовской технике. Судьи готовы? Готовы? Третий раунд заключительный. Время, бой! Да, заключительный третий раунд. Я думаю, достану нужно наверстать упущенное, чтобы... Но агрессор очень хорошо себя здесь чувствует. Очень хорошо себя чувствует. Вообще превосходный. Обрати внимание по тактике. У него сближение сразу же. Я так понимаю, агрессор сейчас немного выводит поведение до стана. Потому что он постоянно уворачивается, делая такие возле мешков понятные приемы. Пытался бэклистом сейчас запустить до стана. Но он уклонился, увидел это агрессор. Вовремя ударнул. Хороший дистанк попадает в бороду, но агрессора только это заводит. Говорит прям, давай, давай, сюда, сюда. Сейчас прям супермен панч решил залететь. Борьба, полетели. Агрессор, немного борьбы. Как ты правильно говорил, выводит на эмоции он до стана. Выводит, да. Я думаю, в принципе, и агрессор сам уже зарядился на эмоции. Хорошо левый запаховодил. Здесь снова борьба. Минус балл. Очень хорошо, очень хорошо достану дистанк. Но, скорее всего, нет минус балла, да? Нет минус балла, но... Мы уже понимаем, в принципе, в какую калитку идет бой, если не будет макаута. Ну, подожди, подожди, да. Я бы еще... Вот, видишь, проваливается вновь до стана, пользуется этим агрессор. На коротке передний боковой так проводит, и опять борьба, и я думаю... Но агрессор отвечает ему тем же. Останавливаем. Все, бой останавливается. Илья Аминь. Итак, друзья, на оглашение. Сейчас мы поговорим, подожди, на оглашение. В данном поединке дисквалификацией бойца из Казахстана победу одержал Нечепуренко Артем по прозвищу Агрессор. Назовем это самый грязный бой за всю историю Махача. Самым большим количеством нарушений, наверное, самый борцовский. Ребята из Казахстана, духом вас не занимать, все нормально, но у нас дерутся ребята на кулаках, в стойке, чисто, красиво. Просто мы знаем, мы уже видели, как дерется Артем с Леня Нечепуренко. Поэтому давайте как бы будем делать кулачные бои. Достан, в любом случае ты показал характер, видно, что заряжен. Как оценишь свой дебют? Ассаламу алейкум, Киев. Аплодисменты Рахметичи пришли сюда. Первый раз у нас на коротком уведомлении вышли. Я вообще-то хотел после боя, если выиграю, Артем Илова хотел вызвать вообще. Нет, чисто амбиции же, правильно, спортивные. Если вы это разрешите вообще. А так он согласился. Да, Артем? Согласился же на бой? В присядку будем танцевать. Ну скажи, что мы будем? Вот смотри, из-за чего у меня с этим работал. Во-первых, зритель лишает зрельности. Ладно там садиться, когда попал действительно человек. Я понимаю бой. Но он даже не успевал до тебя пальцем дотронуться. Только сближается, ты уже сидишь. Ну как это? Это же кулачные бои. Ну какой бой со мной? Я всегда стараюсь выбирать оппонентов таких, чтобы бой получился серьезный. Здесь опять мне предлагали кого угодно с Махача. Я мог взять любого себе бойца. Легкого, какого угодно. Но выбрал олимпийского призера. Потому что знаю, получится реально Махач. Вот. А такая вот присядка, это ну не дело. Куда здесь? Человек только сближается, и ты садишься. Надо же драться. Это кулачный бой. А там Москва не сразу строится. Следующий бой нормально. Подготовлюсь, приду. Вот так на... Это ты правильно сказал. Москва не сразу строилась. Поэтому давай. Мы ждем тебя. Покажешь хороший бой. Базара нет. С удовольствием. Что-что. Любой матчмейкер подтвердит. Но Артем Лобов никогда не отказывался ни от боев. Ни разу не снимался с боев. Всегда готов рубиться. Поэтому... Но это надо заслужить. Понимаешь? А присядкой такого не заслужишь. Это точно. Поэтому давай. Улучшайся. И вперед. Ты, Тёма, красава. Показал это. Я видел, что ты нервничал. Потому что он не давал тебе порубиться, подраться. Ты уже и вызывал его как бы. Ну да, нужно эмоции чуть контролировать. Ну а так как бы все четко, все отлично. Ждем тебя еще раз. Успехно! Давайте поздравим Артема с его победой. Рекорд 1-1 теперь у него. Нелегко дался бой. Наверное, как бы и любому дался бой нелегко. Как твои ощущения? Ну, я вообще, как вы знаете, во-первых, люблю порубиться. Спасибо оппоненту за бой, конечно. Спасибо всем за поддержку. Хотел сказать спасибо своим пацанам, которые со мной. Которые меня поддерживают. И всем спасибо, кто меня поддерживает. Большое спасибо Игорю Анатольевичу, который меня тренировал, готовил. Потому что Олег Витарович уехал. Ну, я готов сражаться. Я бы вызвал Колю Кевуша, но он не вернется. Спасибо тебе, Андрюха, ждал возможность. Ты кепку принес мне? Я пообещал ему вчера, если он победит, я ему свою кепку подарю. На, забирай сразу. Буду в лысый везти. Бирку, бирку убери только. Я думал, что мы видели, какая я в местах. Да, да, что Непаль, Непаль. Да, давайте еще раз поприветствуем, скажем спасибо ребятам и тепло встретим бойцов из Казахстана. Спасибо, друзья! Привет. Меня зовут Рожаба Руслан. Прозвища нет. Я из города Киева. К бою готовился сам. Много боролся. База борьба. Тактику я не подготавливал. Буду просто рубиться. Махач мне нравится. Много за ним следил. И хотелось выступить очень давно. И была травма. Вот восстановился и сразу же подал заявку. Противника своего не знаю. Знаю, что он тяжелый и высокий. Буду стараться попадать в нос, борода. И буду рубиться с ним. Меня поддерживают моя жена, моя мама, мои дети. Вот. Мои друзья. Мне как бы этого хватает. Всем привет, друзья! Меня зовут Бодя. Я с Одессы. Представляю клуб Inside Muay Thai. Махач для меня это новый незабываемый опыт. Новые эмоции и адреналин, за которыми я пришел. Подготовка к бою прошла хорошо. Сделал акцент на кардио. Хорошенько продышались, прокашлялись. Про своего оппонента мало чего могу сказать. Мы только сегодня познакомились. Но довольно крепкий парень. Барсуха, как я понял. Надеюсь, мы покажем хороший бой. Своему оппоненту хочу пожелать минимум травм и показать хороший бой. А зрителям приятного просмотра. Всем махач! И пришло время для действительно тяжелых парней. Первым боем открывающих гран-при в тяжелом весе становится противостояние тайского боксера и вольного борца. Встречайте! Мягкий Богдан по прозвищу Одесский! Я думаю, все догадываются по прозвищу, что Богдан представляет город Одесса. Его рост 187 см, вес 105 см и ему 27 лет. Любительски занимается тайским боксером с 2012 года. Сегодня он дебютирует в нашей организации, поэтому давайте его поприветствуем и поддержим! И поприветствуем его сегодняшнего оппонента Раджабов Руслан! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка Также сегодня дебютирует в нашей организации. Представляет город Киев. Его рост 173 см, вес 96 см и ему также 27 лет. С 14 лет занимается вольной борьбой и продолжает до сих пор. Несмотря на борцовскую школу, Руслан смог победить всех на каждой жизни с тяжелым пушечным ударом. Давайте его поприветствуем и поддержим, друзья! Напоминаю, поединок проходит в рамках гран-при тяжелого веса 1,8. Весовая категория в тяжелом весе в гран-при 90 кг плюс килограмм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бойцы, на середину! Напоминаю правила. Никаких ударов локтями, коленями, ногами. Никакой борцовской техники. Чистый, красивый кулачный бой. Затылочная часть, позвоночный столб, височная часть не бьем. После команды стоп не работаем. Слушаем, мы команду выполняем, пожали руки. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд! Время! Бой! И там, господа, в черных тейпах по прозвищу Одессит Мягкий Богдан. И в желтых тейпах Раджабов, Руслан. И сразу же... Одессит начинает. Залетает от Одессита. Посмотри, как Одессит держит бороду высоко. Я думаю, если сейчас... Такие типа оверхенды... Смотри, что он делает. Я тебе скажу, проваливается. Парень очень тяжелый. Если Руслан сейчас его споймает, если его споймает, но он провалит, то один удар и он заснул. Борода открыта. Ну и несмотря на это, держит дистанцию. И пока Руслан не сделал ни одного удара. Ни одного удара. Вообще ни одного. Ну очень страшно за этим наблюдать, потому что парни очень тяжелые. Руслан где-то там попал немножечко только что в бороду, но не сотрясло. Его задача пройти в ближний бой. Смотри, один держит очень высоко бороду, а второй просто вниз постоянно ныряет. Плюс еще за своего роста. На автомате видел, как он хотел пройти в ближний бой, бросить его. Я думаю, Баш... Хороший джеб. Хороший джеб. Слушай, даже если попадает такой удар где-то в плечо или вот в шею, это очень больно. Да, конечно. Я тебе скажу... Что это было? Это просто красота! Это была именно обоюдочка, да? Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Готов? Десять. До встречи. Давайте, перед оглашением, правильное решение. На следующий раз просто, друзья, когда вам говорит рефери, поднимайте руки. Если вы в сознании, в адеквате, что можете драться, поднимайте, не разворачивайтесь спиной. На оглашение, бойцы. Друзья, в данном поединке на первой минуте 52 секунды в первом раунде победу одержал Мягкий Богдан по прозвищу Одесский! Борец, Руслан, добряк такой после боя стоит. Давайте еще раз его поприветствуем, поддержим. Мне кажется, что он заряжался сильно. Артем потом скажет свое мнение. Как у тебя ощущения от дебюта? Ощущения хорошие, но немного потеряны. Ну так нормально. Ну ничего, будем потягивать. Давай, умница. Молодец. Богдан, с победой тебя! Проходишь дальше в гран-при. Расскажу короткую предысторию, как мы с ним познакомились, если можно. Приезжаю я в бар один покурить кальян. Сижу в футболке с Конором. Подходит этот молодой человек и говорит, а у меня тоже есть татуировка. Если можно, в кадр возьмите. Он говорит, Конор! И так мы познакомились. О, кулаки! Я хочу подраться! То есть такой добряк, здоровяк, а так рубит. Поздравляю тебя с победой! Проходишь дальше! Как тебе твой дебют? Ну, все понравилось. Все круто. Спасибо большое моему оппоненту. Он борцуха. Это видно. И надеюсь, я с ним бороться не буду. Лучше на кулаках. Хочу сказать спасибо организации и промоушену. Андрюх, тебе лично спасибо за то, что дали возможность выступить, показать себя. Хочу сказать спасибо Сане, что секундировал, потому что мой тренер сегодня, к сожалению, отсутствует. Эдуард Олегович, спасибо за то, что вкладываешь в меня много сил и энергии. Я плохой ученик, честно. Я филония, пропускаю тренировки. Но я буду лучше. Это большая мотивация для меня. Огромное спасибо Альберту Калайджану по прозвищу Армянский Кубинец. Это мой братик. Он тоже давал мне напутствие для победы. Поаплодируйте ему, пожалуйста. И спасибо всем друзьям, всем близким. Спасибо моему родному брату, которые меня поддерживали. Я вернусь еще сильнее, еще жестче. И зрителям. Всем Махач, спасибо большое. Артем, как поединок тебе? Поединок класса. Молодцы ребята. Руслан, ты немного... Я видел, ты на правую метил, метил, метил. Но немного не спускал. Нужно было немного поагрессивнее быть. И плюс, когда человек дурнее руки, чем у тебя, то тебе нужно больше поджимать его. Наоборот, стараться к мешкам. Но немного потянуть, и все будет нормально. Вот. А Богдан, красава. Ну, с такой татухой, я думаю, ты просто обязан был сегодня выиграть. Что-то и сделал. Молодец. Показал, на самом деле, очень красивый бой. И понимал, что происходило. Понимал, что Руслан хочет правой тебя залепить. Поэтому заступал ему за левую руку. К себя вправо шел. Красиво сработал. На дистанции. Четко все. Красава. Давайте еще раз поддержим бойцов. Скажем им спасибо аплодисментами.